Всем добрый день. Покупал у Алексея Журавлева данный автомобиль, приобретал его новым из Кореи. Все приехало в срок, без каких-либо проблем. Деньги отправлял переводами через банк, все официально. За растаможку оплачивал сам, Владивосток отправлял деньги в рублях и за доставку сам оплачивал. Соответственно, машина приехала в контейнере, вся новая, запакованная, в пленках. Салон вообще весь в пленках был. Снаружи были все транспортировочные, поролоны наклеены. Ну, то есть, все пришло в идеале, ни одной ни коски, ничего. В целом, с автомобилем все хорошо по сей день, пробег 36 тысяч. По вложениям ничего до сих пор не сломалось, то есть, все-таки, корейская машина, наверное, лучше, чем для России делают. Ну, и в данном экземпляре много всего доделано в плане тормозной системы. То, что слабая оптика доделана, так как в штатном автомобиле идет галоген, света было мало. Из минусов могу, наверное, отметить, что была только плохая шумоизоляция. Ну, очень советую брать. Алексей все вовремя, всегда отвечает на все телефонные звонки. Ну, в общем, вроде все прошло хорошо. Из больших переделок, наверное, сделана шумоизоляция. Сделаны передние сидения, поставленные от BMW. Немножко заработана музыка. И переделан немного задний ряд сидений. Как они правильно, капитанские, да, называют, которые разворачиваются? Переделано под капитанские сидения. Еще раз также добавлен электропривод багажника. Заказан с прекрасного сайта Алиэкспресс. Ну, очень удобная вещь. Ну, это доработка музыки. Расход по городу примерно от 12 до 14, ну, в зависимости от трафика. Ну, по трассе литров 10-12. Тоже, в зависимости, опять же, от скорости, как ехать. Ровный привод работает корректно, подключается в передний привод. Прекрасно гребет по всем сугробам. Из расчета, что машина высокая, я ни разу этой зимой не застрял и залезал в такие сугробы. Ну, конечно, не оффроуд, но проехать можно, я думаю, что вообще везде. По таким, по московским сугробам точно. Конечно, сейчас, наверное, на камере этого не видно, сколько снега. Но то, что было на днях, если вот какой-нибудь двор показать, то вот, в принципе, вся Москва вот такая была придумана на дороге. Ну, а вот рядом стоит обычный Старакс. И, соответственно, вот насколько он ниже. Притом, подвеска здесь вся родная. Ничего не поменено. Даже высота резинка, по-моему, родная. Ну, к Android, Яндекс.Навигатор. Немножко долго грузится, но все работает. Соответственно, подключаешься по Wi-Fi, все пробки, все показывает. В общем, все прошло хорошо, спасибо. Пользуйтесь услугами Алексея. Я считаю, все будет корректно и вовремя. Продолжение следует...